На переднем плане у журналистов также тема сахарной промышленности. Ходят слухи, что в этой сфере задержано более десятка человек, в том числе директора четырех белорусских сахарных заводов. Но вот правоохранительные органы пока и не опровергают, но и официально особо не подтверждают эту информацию. Поэтому появляются различные домыслы. Могли бы вы внести ясность в этот вопрос? Такого еще в Беларуси не было. У нас в советских времен остались четыре разрушенных завода сахарных. Доходило до того, что, я не буду фамилии их уже называть, принес наручники перед двумя ответственными руководителями, положил наручники, сказал, к утру не будет сахара. Вы знаете, что будет? К утру во всех точках появился сахар. То есть сахар накапливали, и перед периодом, когда спрос на сахар, сдерживали продажи, цены поднимались, они выбрасывали на рынок. Мне надоело ходить и кого-то уговаривать. Я таким образом когда-то заставил работать. Но я понимал, что наручниками можно один раз пугнуть, два раза. Но надо решать вопрос серьезно экономически. Мною было принято решение по модернизации этих заводов. Это ответ к тому, что вы посмотрите, как там пописывают, что... Ах, эти директора провели модернизацию заводов. А деньги где взяли? Я ездил к Сидиньпину, просил этот кредит на эту фабрику. Точно и так тогда. Напряглись. Привели модернизацию четырех заводов. Сделали как конфетку четыре завода. Появилось четыре руководителя. Начали производить конкурентоспособный продукт. Что сделали эти дельцы? Они создали в Москве так называемую прокладку, торговый дом. Поставили туда, ну я руководителей называю, одного, второго, своих. С этих заводов, допустим, в прошлом, в этом году, по бросовым ценам продавали торговому дому в Москве белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками раздавали этим директорам завода. Но что меня больше всего, когда мне доложили, давно на контроле этот вопрос, спецслужбы вели. Я контролировал его. Мне когда доложили, что по дешевке продавали торговому дому этот сахар, а часть этого сахара по какой-то там увеличенной цене возвращалась в Беларусь. Ну, может быть, сахар даже не вывозили в Москву и обратно не завозили, а документы шли туда, переоформляли. И здесь прям с завода на наш рынок поставляли этот сахар с моржой, а потом эту моржу делили на взятки. Это что, нормально? Я в детали не вникаю. Там попались и с погонами люди. Сказал, всех под метлу в камеру. Всех, даже вот самолет там нельзя было раньше задержать одного из деятелей. Вернуть, сказал, самолет с западной Европы, посадить в Минске и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор. Жесточайшее будет отношение к этому. Вот вся правда. Более того, даже там что-то старое было связано. Тару какое-то было, тоже свое предприятие создали там. И эту тару для сахара, коробки, мешки и прочее, у этого предприятия закупали, насыпали сахар. И там тоже цены завышали и делили моржу. Вот поведение этих директоров. В течение суток замели всех. Это была, я вам прямо говорю, это была моя жестокая команда. Всех туда и будем разбираться. Все дали показания. Никто их не гнобил, никто их не бил, пальцы в дверь не засовывали, никто ничего не делал. Посадили и сказали только правду. Все написали, с кем были связаны, кому возили, кому давали. Провели обыски, собственности немерено. Там десятки автомобилей самых современных, квартиры десятками, особняки и так далее. Я защищаю интересы государства. И знаете, что еще вот просто бесит? Когда ты сражаешься там за эту копейку, по нефти, по газу, по металлам, по еще по чем-то. Здесь пытаемся достроить, чтобы люди зарплату имели. Эти подонки в наглую средь бела дня воруют. Ну разве это нормально? Ненормально. Поэтому это наука для всех директоров. Спасибо. Спасибо.